Короткое замыкание в розетке. Это на сегодняшний день основная версия ночной трагедии 24 октября. Напомним, двухэтажная дача с пятью детьми загорелась в ночь с пятницы на субботу в СНТ-ветеран Луневского поселения. Возгорание произошло около часа ночи. По предварительным данным, дым заметил один из соседей и вызвал спасателей. Пытались тушить сами, не получилось. В доме в момент трагедии находились пятеро детей из многодетной семьи, три мальчика и две девочки в возрасте от 8 до 16 лет. 12-летняя девочка получила ожоги и госпитализирована, а ее 11-летняя сестра погибла. Она хотела сначала в окно, потом развернулась в другую сторону, потом еще, но в общем растерялась. Естественно, все дети испугались и были растеряны. Ночь, темно, дети находятся в спокойном состоянии, отдыхают. И тут вдруг такая сразу стрессовая ситуация, здесь и взрослый человек может тоже растеряться. Полностью сгорел сам дом, хозпостройка и баня общей площадью в 240 квадратных метров. В доме, как на даче, проживала многодетная семья Рюриковых. У них 11 детей, трое приемные. Отец в эту ночь был на работе, мать с другими детьми в паломнической поездке. Семья, со слов соседей, была глубоко верующая. По мнению спасателя, несовершеннолетние дети не должны оставаться дома одни, особенно ночью. А раз уж так случилось, то во время пожара спасает только разумное поведение. Детям и в игровой форме объяснять, и постоянно ситуацию надо прогнозировать. То есть рассказывать детям, что, допустим, в соседней комнате произошел пожар. И рассказывать последовательность действий, какие ребенок должен производить. Выбор пути эвакуации. Откуда идет дым, туда бежать не надо. И не поддаваться панике. Самое главное при возникновении пожара, это не поддаваться панике. Когда человек паникует, он может и неадекватно себя повести. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело. В настоящее время семья переехала в имеющуюся у них квартиру в Москве.